Верим в чудо, творим чудо. Под Новый год можно долго рассуждать о добрых делах, но лучше их делать. Например, компания «Русал» уже третий год проводит благотворительный марафон. Нынче к акции «Металлургов» присоединились другие команды волонтёров и получилось такое общегородское мероприятие. А завершилось всё вручением подарков от Деда Мороза, причём досталось и взрослым. Потому что некоторые взрослые успевают задумываться, что в жизни должно быть место чуду, иногда специально подготовленному. А теперь тебе подарок полагается, знаешь об этом? А вот как это нести? А может, давай папу позовем? А ну-ка, ну-ка, помогите нам? Отлично! С этого снегоката счастливый малыш не слезет до конца утренника. Под ёлкой подарок нашёлся для каждого приглашённого на праздник. Акцию «Добрый Дед Мороз» русаловцы объявили перед Новым годом. Смысл прост. Дети из многодетных семей, воспитанники детдомов пишут письма с желаниями. И они сбываются благодаря сотрудникам компании. Алина мечтала о лыжном костюме. Сбылось. Лет 11. Живу в Красноярске. У меня есть три брата. Лёша, Женя и Вова. Это ты Деду Морозу рассказываешь? А с этим подарком даже Деду Морозу, похоже, придётся нелегко. Ты уже пожелал что-нибудь Деду Морозу? Чтобы он подарил мне Деда Мороз терять. Несбывшихся мечтаний под Новый год не бывает. Так, похоже, рассуждают русаловцы. Все подарки сотрудники компании покупают на собственные деньги. И это во всех городах металлургов. Около ста подарков было куплено в городе Красноярске. При этом письма Деду Морозу появлялись на сайте. И практически в первую неделю, когда стартовала акция, все подарки были уже разобраны. В календаре русала на благотворительность отводится не одна неделя, а весь год. Марафон «Верим в чудо, творим!» Чудо проходит уже третий раз, объединяя всё больше волонтёров. Нынче это уже семь городских команд. Они провели десятки мероприятий для детей и помогали ветеранам. Отряд добровольцев Красноярского алюминиевого завода Евгений Шипаренко стал победителем среди волонтёрских бригад. Командир рассказывает, особенно они гордятся соревнованиями по кёрлингу, которые устроили для воспитанников детдомов. Это самое масштабное мероприятие. И дети были так, вот они так радовались, потому что столько подарков мы им сделали. То есть само соревнование, мастер-класс по кёрлингу, так как он является олимпийским видом спорта. Подарили мы им бесплатные билеты в кино, благодаря эпицентру, на любой сеанс. Просто они радовались, как дети. Волонтёры марафона «Русала», совершившие больше всех добрых дел, получили денежные сертификаты на общую сумму в 100 тысяч рублей. И эти деньги тоже пойдут на благотворительность.